Доброе утречко! Отлично выспалась, несмотря на вчерашнюю головную боль, а также длительный рабочий день. И сегодня у меня замечательная новость. Я специально не ехала домой, так как я поздно закончила, а сегодня приедет ко мне Беат в наш термальный комплекс. У него бесплатный вход. Как у члена моего семьи, мы с ним проведем прекрасное время, и потом мы опять с ним расстанемся на неделю. Многие спрашивают, где же Беат, куда он делся? И вот сегодня я вам покажу, куда же делся Беат. Кто еще не подписался на мой канал, есть отличный повод, так как каждый день я выкладываю интересные сюжеты о моей насыщенной, а главное, позитивной жизни. Ну а кому интересна тема, где же Беат, куда он делся? Продолжим! Сегодня был такой стресс, полдня искала свой чемодан. Короче, он у меня стоял в гардеробе, кто-то решил, что его забыли клиенты. И, короче, его куда-то там перенесли, никто не знал, куда. Третье, кто у нас? Беат пришел меня навестить, провели с ним прекрасный день в термальне. Сейчас пойдем пообедаем и разъедемся, кто куда. Я домой, а Беат в школу. Вот такая вот у нас жизнь. Жаль, что меню уже закончилось. Пришлось брать то, что осталось. Я взяла греческий салат и рыбку в кляре. А у Беата какой-то бургер. Ну что, дорогие мои, опоздала я на поезд. Буквально на минуточку Беат опоздал меня подвезти. И теперь жду следующего 30 минут. И решила записать вам видео. Тема нашего видео будет «Где Беат? Куда он пропал?». Потому что очень многие интересуются вообще, когда мы видимся, живем ли мы вместе и вообще, как наши дела развиваются. У нас сейчас очень непростые времена. У меня учеба, у Беата учеба. Кто не знает, я уже делала видео про него. Беат получил новую работу и год назад он начал учебу в новом направлении, абсолютно новом для него направлении. Green Keeper. Это очень востребованная специальность Швейцарии. И школ в Швейцарии на эту специальность нет. Многие тоже просили меня рассказать подробнее про школу, в которой учится Беат. Он сейчас уехал на три последние недели. И всё, школа закончится. На этой неделе он сдал очень важный экзамен. И, кстати, после этой школы ты получаешь титул не только Green Keeper, но ещё и государственного эксперта по спортивным сооружениям. То есть они учили, например, для лёгкой атлетики дорожки, какой ширины должны быть дорожки, какое должно быть покрытие, сколько должно быть под ними песка. Допустим, для игры в волейбол, какого размера должна быть сетка, чтобы люди себе пальцы не обрубили при закидывании мяча. Ну, короче, вот эти все нюансы, эти все нормативы он должен был учить, потому что потом это как дополнительный заработок. Можно быть экспертом, судебным экспертом в таких вот вопросах, когда травмы получают на спортивных сооружениях. Вот, конечно же, ему это не нужно, потому что это всё происходит в Германии. В Швейцарии совершенно другие нормативы, скорее всего. Но это входит в обучение, никуда от этого не денешься. Вот, сдал он на этой неделе письменный экзамен. Практически 4 часа они должны были там отвечать на вопросы. Ему сразу сказали, даже не задумывайся. Вот отвечай как есть, потому что если ты начнёшь думать, то у тебя никогда в жизни не хватит времени закончить этот тест. Школа очень серьёзная, считается самой лучшей в Германии. И стоит обучение 15 тысяч евро. И, кстати, ему обучение оплачивает работодатель. Но в Германии не все работодатели оплачивают учёбу, и поэтому половина группы делает её за свой счёт. Что, скажу я вам, для Германии очень даже приличные деньги. Вот, ну, у него эта стоимость вместе с отелем. Вот он же едет туда, он живёт в отеле. Вот так выглядит отель, где живёт Беат. За три недели оплата 1400 евро. Питание, как выяснилось, тоже оплачивает его работодатель. В школе у Беата 19 человек, из них пятеро из Швейцарии. Но, как видите, все живут в одноместных номерах. Скромненько, как видите, но чисто и аккуратно. Кстати, работодатель оплачивает ещё и бензин, плюс все тесты, которые должен делать Беат по прибытию в Швейцарию. Но, как он сегодня рассказывал, там, конечно, уникальные порции, огромные порции в Германии, навалено еды. Это всё за 11-12 евро. На этой неделе он посетил Байеришем, футбольное поле в Байер. Кто любит футбол, кто знает, это самый большой стадион в Баварии. И там они делали тоже какие-то практические задания. И он мне это всё наснимал. И, конечно же, я это потом всё скину в один сюжет. А вам сейчас в двух словах расскажу, чтобы вы не переживали. Всё у Беата в порядке, всё у него хорошо. Сейчас он уехал на вторую свою неделю, потом будет третья. И в ноябре он сдал заключительный уже экзамен устный. И всё, учёба его закончится. Естественно, всё это время ему оплачивает работодатель. Получает он нормальную зарплату. И школу тоже оплачивает работодатель. В чём, конечно же, большое преимущество по сравнению с нашими работами. А мы сегодня прекрасно с ним провели время в нашем термале. Я его повела в эту бодрум-сауну. Посмотрела он, как это всё происходит. Очень нам понравилось. Сегодня были совершенно другие ароматы. Там корицу добавили, там ещё что-то. И я вот начинаю любить сауну, да, на старости лет, как говорится. Вот, узнала я наш этот парень, фамилия которого не выговаривается. Он из Боснии. Вот, и, конечно же, он уже много лет, он жил в Германии, поэтому он прекрасно говорит по-немецки. И ещё один у нас парень, который делает эти аузгусы, он из Сирии. Кстати, безженец, молодой парень, но вот видите, нашёл себе применение. Не знаю, обучился он этому мастерству, потому что вряд ли в Сирии учат быть банщиком в сауне. Вот, но тоже сегодня вот я видела, как он работает с этими полотенцами, очень профессионально. Я вам очень рекомендую, кто живёт недалеко, а даже кому час ехать, всё равно можно провести прекрасный день, расслабиться и в саунах, и в наших термальных. Сегодня, правда, было очень много людей, но ничего, покушали, и вот сейчас едем домой. Ну и сейчас я вам покажу, чем же конкретно занимается БиАП в своей школе. Во-первых, работа на разной технике. Например, вот эта машина, она делает дырочки в газоне, чтобы туда заходил воздух. А вот эта распыляет потом песок в эти дырочки, чтобы там удерживалась влага. Затем нужно знать обязательно все составляющие запчасти вот этих машин, чтобы за ними ухаживать, потому что механики чинят проблемы. А грин-киперы должны каждый день надлежащим образом после работы приводить в порядок двигатель, чтобы он, естественно, прослужил как нужно дольше. Ну а теперь для любителей футбола я покажу вам за кулисье Байериш стадион, который вмещает в себя около 80 тысяч зрителей. Конечно же, для БиАТа было это очень интересно, так как в Швейцарии таких больших стадионов нет. Сейчас мы с вами прогуляемся по подземному этажу, который находится по периметру всего стадиона. Это комната для команды, где они переодевают свои знаменитые костюмы. Интересно, есть среди моих подписчиков болельщики этой команды? И за кого вы конкретно болеете? Как видите, везде фотографии участников и разных цветов формы. А вот так выглядит весь стадион. Посмотрите, каких он огромных размеров. Ну и самое примечательное, какая там идеальная травка на газоне. Именно это показывали БиАТу в его школе, к чему нужно стремиться. Это магазин для фанатов, где можно купить всевозможные сувениры, связанные с символикой этой команды. Здесь футболисты разогреваются, тренируются перед началом тренировки матча. Здесь сидят переводчики. Это комната конференции, где с разных стран сидят корреспонденты и смотрят на экране матч, транслируя его в свои страны. Кстати, в холодные времена, когда солнышко не так уже и многом, травку на газоне подсвечивают специальными лампами, чтобы она получала солнечный свет и дальше. А также подогревают газон изнутри. Это отопление обходится в 160 тысяч евро в зимний период. И все для того, чтобы держать газон в идеальном состоянии. Подрезает его на 2-2,5 сантиметра. А вот и сам Беат передает вам привет. Так что не переживайте, все с ним в порядке. Я надеюсь, вам понравился этот сюжет. Новости со спортивных и футбольных полей, а также со школы, где учится сейчас Беат. Спасибо огромное за ваши лайки. Если у вас будут вопросы, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Постараюсь я, либо Беат, на них ответить. Отличного всем дня и спасибо, что вы с нами. А на выходных Беат приезжает и учит свои талмуды. Вот такая вот папочка у него здесь подготовилась. Одна из трех папок, как сказал Беат. И вот смотрите, как швейцарцы учатся. Сначала выделяют слова важные, подчеркивают, а потом пишут шпаргалки. Внимание, внимание, посмотрите, что это. Шпаргалочки. Ага, это вопрос, а это ответ. И потом он читает, читает, читает эти шпаргалки и лучше запоминает. А здесь еще наклеены... Господи, столько папир. Господи. Вот, пожалуйста. Не знал человек себе горя. Пошел учиться в 55 лет. Задымился, короче.